Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и поговорим о сигналах на эту неделю, которую я подготовил по моей торговой стратегии Scalping Intraday. Итак, евро-доллар вот находится в такой треугольной консолидации, есть у него линии поддержки и линии сопротивления, поэтому ожидаю, что он может отбиться от линии поддержки в районе цены 1.01.74 и пойдет вверх. Поэтому ставим ордера на покупку и зарабатываем. Как мы видим, здесь такая вот тенденция, такой формат сужающегося треугольника, поэтому имейте в виду, что можно торговать с использованием усреднения, о чем я и говорю. То есть, когда цена подходит к линии поддержки, вот в таком сужающемся треугольнике, она может это сделать вот так. Вот, например, вот так и вот так. Чуть-чуть не дойдет и тоже отобьется. У нас сформируется новая линия поддержки. Вот, и мы как бы пропустим линию поддержки, пропустим сигнал на заработок. Поэтому я рекомендую в таких случаях ваш стандартный лот, которым вы торгуете, вы можете раздробить на две части. То есть, есть те, кто думает, что усреднение это рискованная стратегия, на самом деле неправильно и пользуется. Я в своем обучении это рассказываю. Для того, чтобы это было не рискованно, вы просто дробите на две части свой лот и заходите заранее. Потому что бывает цена, видите, она как бы не доходит до линии поддержки и отбивается наверх. Соответственно, чтобы это использовать, чтобы не пропускать прибыльные сделки, вы просто заходите сначала одной частью лота, затем уже у поддержки второй частью лота, если она все-таки дойдет до линии поддержки. А если она не дойдет, то вы заработаете хотя бы половину прогнозируемой прибыли, но зато не пропустите вот этот сигнал на разворот вверх. Он просто может быть намного раньше произойти, этот разворот, из-за того, что есть тенденция к сужению треугольника. Если пойдем вверх, то у нас здесь есть вот линия сопротивления. Там их как бы две, поэтому линия достаточно широкая. У нас могут ложные пробои, но используя риск менеджмент, ставьте ордера на продажу и зарабатывайте на падение. Доллар канадец движется пока что вниз, но если пойдет вверх, то у нас есть две линии сопротивления. В районе цены 1.2834 и 1.2872. Здесь можно ставить ордера на продажу и зарабатывать на краткосрочном падении. Британский фунт швейцарского франка имеет вот такой вот сужающийся треугольник. На прошлой неделе я тоже о нем говорил, и он хорошо отработал, но цена пробила треугольник дальше. И получается, что он немножко расширился, и у нас есть линия сопротивления чуть повыше. Но он не потерял своих свойств, вполне возможно, он все-таки пробьет еще дальше вниз. И я ожидаю, что после пробития вниз он будет возвращаться к линии поддержки. То есть это будет уже зеркальная линия сопротивления. Можем быть зарабатывать на падении. Вот, если посмотреть на H1, до этого формата, о котором я говорил, ожидаю, что цена отобьется от линии поддержки вверх. И также от линии сопротивления, если пойдем вверх, и будет отбиваться цена вниз. Вот, поэтому имейте это в виду. Канадский доллар к японской иени движется вниз, но сохраняется линия сопротивления. Сопротивление это зеркальная линия, поэтому если пойдем вверх, то от этой линии в районе цены 105-500 можно будет ставить ордера на продажу. Канадский доллар к швейцарскому франку имеет вот такую замечательную просто линию сопротивления зеркальную. Она уже один раз отработала, цена ушла хорошо вниз, я думаю, она еще раз отработает. Очень неплохой сигнал. Ставьте ордера на продажу и зарабатываем. Кстати, на прошлой неделе все сигналы отработали в плюс на 100%. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании будет, а также на телеграм-канал. Там я публикую о новостях, на которых можно заработать в течение недели. Британский фунт пока что движется вверх, но если откорректируется вниз, то будет такая линия поддержки, от которой можем покупать и зарабатывать на росте в районе цены 1.2101. Пожалуй, пока хватит. Полный обзор вы всегда можете увидеть на моем канале. Там достаточно много инструментов торговых. Я посмотрел в том числе и криптовалюту. Поэтому переходите, подписывайтесь. Давайте обсудим новости, на которых можно заработать на этой неделе. В понедельник у нас тут тишина. Начиная со вторника у нас интересная новость. Решение австралийского центробанка по процентной ставке. Она повышается, поэтому можем заработать на росте. Обязательно смотрите эту новость. Запасайтесь с депозитами и используйте риск менеджмент. Среда достаточно спокойная. А вот в четверг у нас опять решение по процентной ставке на этот раз в британском королевстве. Повышение на 0.25 планируется. Но это может укрепить британский фунт. Ну и наконец-таки нонфарм. В пятницу самая главная новость трейдеров. Ожидается снижение числа занятых. Это плохая новость. Если она подтвердится, это ослабит доллар. Ну также в это же время выходит новость по Канаде традиционно. Здесь наоборот. Позитивная новость была минус, стал плюс. Вот такие вот новости на эту неделю. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Переходите по ссылке в описании. Желаю вам всем успешной торговой недели. Профита торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok